Здравствуйте, дорогие мои любители шахмат, подписчики и не подписчики канала Левитов Чес. Кто не подписан, пожалуйста, подписывайтесь, в конце концов. Мне вот говорят, каждый раз это говорить, а говорить это как-то противно каждый раз, знаете, друзья. Потому что уже давайте все подписывайтесь, и мы эту тему закроем. Мы продолжаем рубрику нашей любимой партии, моей любимой партии. Сегодня у нас второй раз в этой рубрике Борис Абрамович Гельфанд, победитель Кубка мира, турнира претендентов, участник матча на первенстве мира в Третьяковской галерее 2012 года с Вишванатаном Анандом и многое-многое другое, долгие десятилетия. Борис Абрамович был одним из сильнейших шахматистов мира, а сейчас является ментором новых звезд, которые, будем надеяться, будут долгие годы радовать нас своими шахматами. Борис Абрамович, я тебя еще раз приветствую. Приветствую, приветствую, друзья. На нашем канале. Да, и опять-таки, ну, раз ты не хочешь говорить, я скажу, что ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал в Ютьюбе. Подписывайтесь, ставьте лайки. Борис Абрамович вам плохого не посоветует, друзья. Поверьте, я не первый год с ним знаком. Ну что, Борис Абрамович, ты у нас, кстати, дважды уже герой этой рубрики. Сперва Крамник показал твою партию с Карповым. Партия совершенно фантастическая. Действительно, такая партия, ну, может быть, можно сказать, идеальная шахматная партия. Вот можно детям показывать в школе. Вот как нужно, если вы хотите стать шахматистом. Ну, нужно показывать. Да, нужно показывать, да. А вторую партию он показал, когда против тебя, хотя ты отчаянно защищался, блестяще. Ну, и вторая партия, которую он показывал с Магдусом Карлсоном, тоже вполне заслушиваем. Да, да. Уже с экс-чемпионом мира. То есть, счастье. Ну, что мы сегодня смотрим? Боря, что мы смотрим? Мою, а я тогда ему, как бы, Алаберде его партию покажу. Угу. Партию, может быть, не такую известную, но почему-то мне захотелось ее показать. Партия тоже очень интересная. С Веселином Топаловым. В 99-м году играла с Дорфанте. Владимир Борисович выигрывал у Топала много ярких партий. И в Белграде, наверное, и в Монако две самые запоминающиеся. Но там такие более яркие динамические партии. А тут такая бедосмесь позиционной игры и конкретной. Вот то, где, как он сам рассказывает, была его максимальная сила. Дэнч Штынин нашел. Да, Крамник играет белыми. Ну, я скажу, что эта партия еще игралась в те годы, когда между Владимиром Крамником и Веселином Топаловым были нормальные, я так понимаю, рабочие шахматные отношения. Это было до еще этого печально известного матча в Элисте, после которых их отношения стали, ну вероятно, они просто исчезли. Но я должен сказать, что вообще из партии Крамника и Топалова можно книгу написать. И она будет очень увлекательной, потому что они много играли, там лет 15 друг с другом постоянно играли. Всегда очень яркие шахматы. И особенно, кстати, после матча, вот удивительно, после матча просто какой-то началась, началась просто уже мордобой в каждой партии. То один выиграет, то другой выиграет. И вот это принципиальное такое противостояние. А в эти годы до матча в Элисте это просто противостояние двух сильных очень шахматистов, которые подойдут в десятку, где-то... А может и больше, может в пятерку. А может и больше, может в пятерку и подходят где-то там к званию чемпиона мира или, по крайней мере, к возможности... Да-да, двух явных претендентов. Еще мне кажется, что для меня память не изменяет, они еще, по-моему, в первенстве мира до 14 лет конкурировали или что-то такое. Не одного года рождения, потому что, может быть, и гораздо дольше соперничество длится. И да, как ты сказал, еще были отношения хорошие в турнире в Дорпунте, где Владимир Борисович, можно сказать, хозяин поля. Там Веселин играл и, с другой стороны, и в Софии они играли, где Веселин хозяин поля. Там Веселин убедительно победил. Да. Ничего не предвещало того, что произойдет. Да, славянская защита. И вот тут я хотел поставить со хода А6. Он такой немножко как бы со стороны выглядит немного странно. Он придуман молдавским тренером, можно сказать, мыслителем Вячеславом Чабаненко, который много таких оригинальных идей придумал, которые пережили его и выдержались в питании времени. Например, в социальской защите, в Семеро-Салиме, там, бит на С6, да, все время. И рано, если немедленно, с Ломбой 5 следующим ходом бит на С6, на любой ход. Владимир Борисович, по-моему, рассказывал историю, что ученик Чабаненко Михаил Аратовский приезжал на сессию школы Ботвинника. Как на это реагировал Гарри Каспаров, это, по-моему, было в эфире. Да, у нас есть ролик, ролик, куда ставить коня, называется ролик, можете посмотреть, я думаю, сейчас ссылка, ребята сделают, ссылка появится, да, это очень смешная история. Да, да, причем не так давно я как-то вот тут встретил Михаила Аратовского, героя ролика, у нас в Решенлиционе, мы с ним сфотографировались, послали Володе фото, я говорю, узнаешь, и тут же Володя мне ответил, конь Е7. Куда ставить коня? Хорошо, да, и в чем идея этого хода? Идея хода в ожидателе, что мы ждем, что мы не определяемся, и в зависимости от того, что сделают белые, мы будем реагировать. Ну, мы где-то, может быть, еще больше хотим побить на С4, тогда уже трудно будет, где-то Б5 мы подготовили еще, да? Плюс мы не определились, где-то мы можем пойти и Е6 продолжить. Например, в матче в 1-1 мира Вишанан со мной играл чуть по-другому. Он играл, но с перестаноком, вместо А6 он играл Е6 и на Е3 А6. И первые четыре партии, которые он играл в Чорни в матче, он пытался защитить эту схему. Немножко такая версия небольшая. Но Е6 все-таки, мне кажется, он себе немножко выбор сужает. Ну, после Е6 А6, мне кажется, или Е6 сходить, или А6, хотя и та с тема вполне игровая. А6, я сам играл с Володей несколько раз в Чорни. Здесь А6, да? Здесь А6, да. Он А4 со мной оба раза играл. Один раз я легко устоял в Ленаресе. А в Новгороде там 7 часов я с ним защищался. Интереснейшая, тяжелейшая партия. И чем закончился? Ну, я как-то спас. Хотя при победе в турнире он догонял Гарри Кимовича. Пережал на полочка. Но 7 часов там где-то он и через выигрыш проходил. Потом я защищался. Потому что очень интересная, богатая партия. Такая очень получительная. А4 возможный ход. Я сам его делал. Е3 ход возможный. Я, по-моему, его делал в партии. Тоже много раз делал этот ход. По-моему, я его делал в партии как раз вот с Ванг Ю. Одно из моих самых памятных побед. Е3. Да, да. Там где-то его возил. Вожал по всей доске. Е3 возможный ход. Но С5 ход, который сделал Владимир Войшев, может, самый правильный. Может, самый принципиальный. Трудно сказать, какой ход сильнее. Но как бы используем то, что пошли А6. При первой кем на А7, С5 была бы позиционная ошибка. Потому что черные пошли бы в Б6. Ну, к примеру, там какую ходу. Е6, да. Е6, С5. С5, Б6. И теперь Б4 не удержать из А5 и не удерживаем Ц. А если вместо Б4 пойти ЦБ, то АБ. И уже как бы слон уходит на А6. Пешная цепь не разбита. А в партии, если... После того, как он пошел А6, Ц5. Теперь Б4 все равно возможно ход. Но уже будет разбита пешечная цель. ЦБ я побью. Ну, примерно тоже. Похоже, по структуру я играл вот. Свиша Ананна в матче на Пенестомире, когда я выиграл тоже. Памятную партию. То есть нельзя сказать, что черных плохо. Но свои недостатки. Пешка на А6 лучше, чем на А7. Докрыть ли мы побьем. Там слон на А6 нет идей. Надо еще темп на А5 тратить. Ц5 провести можно, но сразу проблем не решает. То есть, ну, игровая позиция, но, скажем так, уступка уже со стороны черных. Тут черных самый такой, наверное, часто стреляющий такой, Комь БД-7 или Ж6. Просто черные, как бы, говорят, что белые сняли напряжение в центре. Мы спокойно разобьемся. Потом где-то подготовим Е5. Правильно. Ну, где-то при случае ИП-6. Ну, у белых тут тоже своих миллион идей. Тут тысячи партий сыграны. А слон на А5 тоже. Очень разумный ход, логичный. Развивает фигуру, выводит слона. Слон на А4, как бы, довольно логичный ход. Кондо 7. Тоже логично. Е3, Е6. Да, вот. Вот Е6, да. И вот все играли Е6. И в этом вот сейчас Владимир Борисович привел новинку вот такую очень концептуальную, глубокую. И развитие теории показало, что Е6 — это серьезная неточность. Это позволяет ему развиться. И надо играть вот то, что по-современному, очень контролирует. Коль А5. Значит, надо сразу преследовать слона. И слона трудно... Ну, как бы, невозможно избежать разменных, в основном. Пол Ж5, аж 6 будем гоняться. Аж 6, G5 поймаем его там, да. Да, побил, побил, слон Ж7. Да. Тут еще такой забавный вариант есть, того встречались в портрете. Конь А4, белые могут симметрично сыграть. Я думаю, что А4, конь А5. Красиво, красиво. Конь висит. Да, причем, вот, конь G6, по-моему, ходит. Может быть, Е6 можно только, конь G6. Ну, и как-то все-таки, наверное, важнее, что черные сбавились с этого слона, где-то Е5, наверное, им легче будет провести. Ну, такая, возможно, позиция. Забавно. Да, интересно. Ну, если сыграл Е6, считают, что все у него впереди, конь Е4 замечает сыграть. И вот тут глубокая идея, как раз такая стиля Володи, конь D2. Нет, сейчас слон Е2, слон Е7. Да, сейчас слон Е2, слон Е7. Конь D2 сразу, точнее, я через полгода, так сыграл, тоже выиграл яркую партию другого болгарского партиста Кирилла Георгиева. Чтобы не давать с шанса вернуться, да. И слон Е7, слон Е2 перевести. Идея, ну, давай, поставим эту позицию, слон Е7, слон Е2, верну. Так. Конь D2, ну, как сказать, вот такой многоплановый ход, как Володя любит. Первый, сняли идею конь H5. Сняли идею конь H5? Сняли физически. Второй, сняли идею конь Е4, потому что конь Е4 мы поимем конь С, именно С. Теперь идея, что это ДЕ, если конь перейдет, то Д5, то может еще, но конь С4 очень сильно, все черные поля забрали. Угу. Да. Потому что даже конь перейдет не поможет. А вот в случае, если черный поля слонит Е4, так интересно. Так, бьем сюда слон Е4? Конь бит Е4. ДЕ. Тут, если бы черные перевели коня на Д5, поставили Ф5, наверное, у них была бы неплохая позиция. Но по ходам не спугают. Ферд С2. И на коне В6 уже слон Е5 и пешка незащитима оказывается. Угу. Пешку выигрываем. Да. А если Ф5, то, по-моему, Ферд Б3 тоже двойной удар. Но нет, нет, после раздевания слонов слоном победили Е4, пожалуй. Да, 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 Ф5, что здесь бы? Ферд Сб3, двойной удар, теряется пешка. Угу. Да, красивая разработка. Да. Смысл хода конь Д2, то есть не дает... Мы как бы зафиксировали центр, взяли все, зафиксировали вот наши достижения. У нас немного больше пространства. Где-то при случае, наверное, мы хотим в Б4 уже надбегать, еще захватывать пространство. Слон Ж6 пошел. Просто Ферд С8 со мной играл Георгиев, решил хитрить. Я его тут ходом в Ж4 еще порадовал. Тоже можно было в Б4. Неожиданно было. Слон Ж6, А4. Как-то поставил еще небедленно проблема на другом фланге. Нет, конечно, не А4, а Ж5 пошел, естественно. извиняюсь. Ж5, сколько Ж8 А4. А5 на Е4 так и проблема, А4. Да, интересный схематоз. Схематоз. Тут яркая партия тоже удалось выиграть. А вот Слон Ж6 пошел веселить. Дуразу доиграет, пока убрал всех этих Ж4. Как Володя сыграл? В Б4. В Б4, да. Пока как бы делает ход в плане. Теперь Б6 как бы никуда и плюс где-то даже как бы не создает угрозы, да? А пешка в Б6 ослабляет. Поэтому веселит разумный план. Прибедил пошел Ферд С8 по-году, да? Да, а в чем смысл хода Ферд С8? Да, это идея, что прости Слон Д8 С7, поменять слода. Что Слон Д7 очень плохо, а поменять это на слода, ну, как-то пространство немножко себе отвоевать. Логично, логично. Да. Рокировка, Слон Д8. Да. Каждый занят своим делом. Заметим, что еще как бы он спешит рокировать, потому что рокировка там теперь слон Д8 был бы еще промежуток и Ф4 был бы. Ну, пока сейчас мы увидим. И вот тут Володя взял ход ЕБА4. Самый прямой ход. Но Володя вот ладья С1. Вот именно как бы многоплановый опять ход. А4 успели, а тут еще где-то по линии С1. до Б6 уже ЦБ готов где-то ходить. Как бы не определяет планы. Более гибкий бой. Вот теперь для рокировки уже слон Д6 был бы. Володя Е8 М4. Лучше у Белых, да? Ну, слон С7 надо ходить, но еще у нас какие-то ТН дополнительные. Ну, в принципе, в партии это могло получиться. Слон С7 пошел. Бить надо? Да, бить надо. Е5, потому что грозит. Не потому что черные хотят поберяться в водах, а потому что Е5 грозит. И освободится. Вскрытие игры тут черным, конечно. Вскрыть хотя бы пространство какое-то себе добыть. Слон С7 бьем Ферзь 7 и Ф4 препятствуя всему. Препятствуя всему. То есть опять-таки слона поменяли, но перевес чем определяется? У них больше пространства. И где-то у них план есть где-то надбегать А4 или Б5 понедушку. Могут не спешить. Чего-то трудно искать контр-игру. Б6 где-то теперь Ц5 будет висеть протокон Влотя С1. На А5 Б5 можно не реагировать на Б6 но как видимо такая идея будет. Понятно. На Е4 тоже так особо не поменяться. Словно Ж6 стоит красиво но на самом деле так особо ничего не делает. поэтому по 1 сковывает ну то есть получше убивает. Поэтому виселин пытается довольно остроумно развязаться. Развязаться. Конь живусь. Что мы делаем что под рокировки уже конь не пойдет. Так он хочет перевести коня на Е7 потом подготовить может быть где-то конь в 5 будет пограживать где-то и в 6 Е5 попытается провести. Конь на Е7 гибче стоит. И вот тут интересно что у Белых большой выбор можно просто продолжать играть по плану А4 получше. Но вот то что Володя говорил передать что как бы смесь динамического и позиционного стиля. Что играл позиционно но увидел момент изменить характер борьбы и не применил им воспользоваться. Сыграл очень конкретно. Е4 нет А4 Е4 теперь с учетом что пробить не успевали дважды на Е4 поменяться потому что можно поставить побил либо не имеет значения. Слон Е4 конь Е4 если бы черные успели рокировать то при рокировке позиция была бы защитима но конь вперед на Д6 мы можем гоняться может даже качество отдать побить на Д6 ничего страшного тут просто конь Д6 фраком король застревает в центре F5 и МА да тут все очень плохое то есть может если бы черные защищались вот гад так экспозиция держала прокировался и дальше держит слабости нет за конем гоняется дальше не прослабляется очень трудно пробить но Е4 конь Е7 каждый занят своим делом да и вот тут так как бы опять меняется тут Е5 не сажать потому что Конь F5 напал на пешку напал на билу на любой другой ход черные вот такие пробьют на Е4 сделают прокировку позиция будет похуже но защитима и Владимир Владимирович играет очень конкретно амбициозно что требовалось тут такой конкретный расчет не знаю что он видел в тот момент может уже и не помнит трудно сказать но вот код F5 такой жест Е5 надо бить что еще и тут ЕД неожиданно да за конь слона очень конкретно и где черные побьют коню ну хочется как-то больше поменять с черным да у них пальцы гури проблему что они конкретно потому что комбин D5 CD и вроде если выйдут то ничего тут находится ход РСБ3 напали на петлю да конь F6 и B5 да или F6 B5 тут уже начинают морду бить такое ощущение да и вот тут уже успели на обыслом БК с шахом ой ну ужас и король застрял в центре и не успели ничего и фигурочек кошмар то есть тоже еще позиция как бы не то чтобы такая однозначная но страшно же конь приходит и 5 C6 эти угрозы а CD тоже очень конкретно успевает B5 пойти потому что до АБ конь бьет B5 и конь до D6 приходит с шахом так быть либо рокировка ну а B ферзь ушел слабости нету пешка лишняя не успевает рокироваться не успевает рокировать вот именно подметил момент черный не успевает рокировать B5 B5 рокировка что делать ничего тут уже видно что достижения какие-то B6 вот такая как бы структура но она еще с классических партии известна Капабланке Алекино но я так дважды примерно похож структуру Александра Борозевича выиграл что пешка на B7 это такая хроническая слабость что в какой-то момент когда Кот придет на 5 но это мы увидим в партии уже защитить фан нельзя где-то жертва фигуры и пешка проходит теперь до 8 ну вроде нормально логично нету что нормально логично да уберем знак и просто старых перемещаний комбатри он идет на опять а если черные сами опять то тогда уже через B5 куда-то на D6 на C7 второй конь проник сюда еще по полям может сейчас ломбат будет неприятно так поэтому веселин естественно ходит конь F6 да тоже но как-то активизирует конь А5 ладья B8 да пешка уже ну сразу вроде бы как-то можно побить на B7 пытаться но там даже вот такой вариант ну приблизительно я приведу конь B7 ладья B7 сломит A6 ну во-первых можно уйти во-вторых даже ладья B6 будет не так ясно а дадут качество назад побил побил а там фланги фигуры пойдут пешкой D4 докопаются наверное получше у белых но так как бы как защититель метод неплохой качество пожертвовали поменяли характер борьбы не для этого белые все затевали спешить некуда да и поэтому да А4 А4 где должен кой B5 ладья B7 опять просто защитить эту пешку от ладья Биборь полезный ход да вот полезный вот это поучительно что ладья C1 А4 да в дальнейшем мы увидим то где можно даже в такой острой позиции как бы меняет скорости да где-то пожертвовал пешку просто усиливается конь Е4 пошел веселин естественно и вот тут грубую ошибку допустил Владимир как выясненность Володя грубо ошибся и тоже такая поучительный момент что делать белым большой перевес потенциально да у черта куда-то вот тут надо очень жестко посчитать варианты и понять что хотят что Володя сыграл такой самый амбициозный конь А2 он пытается перевести коня на П4 насмотрелся твоей партии просто ну да да Скарпова ну да ты же тоже на А2 продел да да хочет на Б4 потом уже с комфортом побьет на Б7 опять и пройдет но дает шанс сопернику а как выяснилось сейчас мы увидим что произошло могло произойти давай вернем коня ну давай вернем коня посмотрим как лучше было сыграть так а правильно было бы выяснилось побить на Е4 как бы странно конь Е4 так меняем теперь если бьет F наверное да логичнее может быть и да вот так как-то хотим пешками и тут мы ходим уже комбит Б7 ладя Б7 и А5 C6 грозит C6 1 на А6 а словно G6 как мы уже говорили не в игре всех не удержать F5 медленно уже помнят А6 или C6 и потом Жуткое дело да да а если D E то есть мы взяли здесь просто слона ой коня взяли F тогда что тогда может быть мы пойдем D5 или D5 F D5 у тебя тут вариант приведен вот такой вот конь D5 и C6 так и ПЦ Б7 невероятно вариант невероятно просто прорыв как называлась книга Володи и не удержать забираю пешку по всем проходит ферзик да на том фланге три лишние пешки да а толку от них никакого никакого но найти это невероятно трудно именно D5 дадим ход консолидироваться уже конь D5 прыгнет пойдет именно D5 на конь D5 слон A6 наверное да слон A6 да слон A6 B A конь C6 Firm D7 Firm D5 я думаю такой не такая нехитрая тактика и вот три пешки СК слон A6 никому не нужны а тут уже все прошли да да красиво красивые варианты так и так все складывается как-то это неправятно красиво четко все складывается да да так а мы здесь да конь E4 мы смотрели да да конь E4 надо было победить на E4 надо было победить но он сыграл конь A2 да мы все посмотрели но он считает что он ей время терпит как говорилось в любимом фильме 17 весны но казалось что не все так просто время пока терпит да и вот тут у черных был невероятный шанс как бы полностью перехватить инициативу и чем бы партия закончилась вообще трудно предугадать объективно даже позиция черных была бы не хуже может быть мы дадим пару минут нашим зрителям подумать да если хотите хотите подумать над шахматами вот пожалуйста остановите видео и подумайте над ходом черных так а мы продолжаем значит какой тут как надо было ну я вижу как надо было неожиданно боль ну как это в голову так не придет может сразу веселину легко могло прийти веселину легко да если уж кому кому-то может прийти во-первых от безысходности что при спокойном характере борьбы видно что белая подводит коня на b4 и там уже флак групп все рубит но именно f4 что срочно в контратаку белую вели как-то фигура от короля и тут а мы подключаем сразу в атаку всех и слона и коня через z5 и ферзя через g5 и трудно оценить у кого бы у кого тут лучше бить видимо надо на f4 кони в 5 грозит уже ферзи в 5 тут белые должны как-то быстро консолидироваться чтобы не потерять материал конь на 2 далеко пока ну кони вообще не очень оба коня так и что здесь какой здесь что за белых мы здесь предлагаем какой основной основной вариант даже не знаю думать надо потому что грозит ферзи 5 но у тебя f1 конь е3 уже вилка грозит может ф6 напасть на пешку d4 может замысловато хоть делать d3 в надежде что там тактики не найдется хотя может быть cf1 да может но так черный уже эту позицию неясная позиция какие-то связки тут как-то все как бы форсировано черный и выиграли да не это очень неприятная позиция с другой стороны а что тут делать ну надо может быть ферзем единственное д3 да давай подумаем слон g4 там fg5 мы не успеваем ладжу защитить ну в принципе может а да ну ферзем d3 может быть ферзем g5 ладжа g4 так здесь защищено как ни странно оказалось ну можно пойти ферзем g6 грозим уже где-то конь e3 то есть может бяло где-то качество пожертвовать будет пытаться на том фланге но ну в общем была бы очень напряженная как неясная напряженная причем играть было бы намного сложнее надо как-то играть очень аккуратно чтобы сразу материал не проиграл слон f3 кони f6 проиграли материал уже да качество потеряли если не больше ну где-то можно жертвовать качество но пока все равно конь на а2 связан защитой владица 1 то есть как-то на b4 не скакнет такой очень поучительный момент да странно это кстати дико в стиле веселина пойти здесь f4 шахматист он шахматист который редко пропускал такие такие возможности ринуться пожертвовать пешку ринуться в атаку это его его стиль но тем не менее он сыграл f6 разрешил слонам защиту подвести б4 слон е8 и вот тут вот эту позицию я хотел бы еще раз отметить ну белая уже как бы комфортно и подозреваю что даже побей немедленно на п7 опять пойти уже должно быть достаточно для выигрыша на а6 но вот тут опять просим побить на а6 грозим ц6 подъем слон г-6 взял взял куда-нибудь д3 должны едва едва слом b5 ну как бы пешки неудержимы да да потрясающая армада такая армада но вот тут опять вот повышительный момент Володя опять как бы это меняет скорость он понимает что это никуда не уйдет и еще по максимуму усиливает позицию своих фигур понадобится или не понадобится непонятно но не повредит как в анекдоте известном ферзь c2 ферзь c2 слушай ферзь стоит чуть лучше что время терпит на линию c встал что-то там по этой линии произойдет наверняка ну где-то c6 будет как бы поможет но я и говорю да что как бы точно не ферзь до максимума фигуры ладья лучше будет стоять на b и только следующим ходом побьет это мастерство то есть это мастерство тут в чем вот чувствовать когда как бы тактическая ситуация или когда у тебя есть спокойно темп на усиление да вот это часто мы видим что допустим ну люди всю парцию усиливают позицию фигур выигрывают или матовой атакой решают или динамичной игрой а тут когда надо пошел е4 f5 а когда надо пошел ферзь 2 ладья b1 почувствовал что там требуется лучше точнее поменять характер борьбы увеличиваем преимущество а тут мы никуда не спешим еще более усиливаем позицию вот это в этой партии впечатляет да ладья b1 так в голову не придет сразу да что ладья стоит лучше на b1 чем на c1 но вроде бы и так все готово и конечно копит b7 выигрывает нет сомнений опять но что еще довести на максимум потому что у черных как бы реально полезного хода то нет ну да вот он сделал какой-то ход ладья f7 ну вроде он нормальный так ну хоть какой-то да по седьмой что-то прикрыть умнее трудно придумать да но уже видимо ничего не успевает потому что побило опять опять чтобы еще на b6 нигде не побил чтобы никаких там контргресс без качества не было и просто все проходят пока лишняя фигура лишняя фигура но побил слон a6 не могут удержать блокаду слон b5 а слон b5 мы хотим просто разменять слона этого да снимаем блокаду слон блокирующая фигура мы снимаем блокаду и там уже все пешки добегут хода нет просто никто не может никто помочь не может внутри пешки бегут и если где-то поставим на а7 и поменяем ферзя еще ферзя на b5 тем же методом снимем блокаду еще с этих а вот так решила диабет за 4 до 6 типа тактика да я просто покажу на самом деле уже никто никуда не подключаются меняться надо да и что делать куда куда бежать я еще подошла конь скачет по всей доске он делает вид что блокирует но никого не блокирует опа да ну здесь просто на ладья b4 просто ферз уже ферз 7b а ладья а8 и т6 все вот это впечатление это вот впечатление от партии крамника я вот скажу тебе Борь вот у меня вот сейчас вот четко вот я вспомнил когда я смотрел партию его ну онлайн или что-то вот с комментариями то есть ну а что такого ничего такого как бы не произошло вот кажется я сейчас сяду а что я так не сыграю что тут сложно у ни одного сложного варианта длинного нет все просто это может быть самое легкое длинный вариант посчитать а вот просто делать спокойные ходы усиливать позицию чувствовать ритм да когда обострять игру а когда наоборот усилить позицию фигур вот этот намного сложнее я имею ввиду что все-таки у него есть вот этот узнаваемый стиль узнаваемый стиль то есть вот это так особо никто вот не играл такое сочетание сочетание вот у него такое спокойное позиционное но при этом где-то какие-то взрывы то есть Карлсон все-таки более спокойно играет Ну, Карлсон Карпов, конечно. Карповский стиль игры, конечно, невероятно карповский. Но вот Володя, видимо, рос на матчах Карпов-Каспаров и впитал лучше и от Антона Лергенча, и от Гарри Кимовича. Ну, свой-свой узнаваемый стиль. Причем таких больше, вроде бы, нету, да? То есть, кто еще вот так? Ну, да, смыслов, наверное, менее динамичный, да, и тогда так динамично не привыкли играть. Техника смыслов да, но... Причем интересно, что... Да-да-да, техника смыслов, но тогда, конечно, Василий Васильевич так динамично не играл. Просто это у Володи в карьере проявляются очень ярко, вот эти периоды такой, ну, засушливые у него, семь лет засушливые, семь лет хлебные такие, знаешь, у него бывает так, вот он где-то скукожился, там, играл славянский какие-то размены, да все, а потом вдруг ему талант позволяет, там, жертвовать коней, пешки, и все равно идет игра, все равно, да. Да-да-да, ну, на семье художников, художников такое же, это, да, период такой, период такой... У него спектр, спектр большой, спектр талант большой. Да, чтобы... Друзья, друзья, что вы когда смотрите, вы когда смотрите Владимира Борисовича, у нас, Крамника на канале, как он там про читеров говорит или он рассказывает там байки какие-то, у вас такое ощущение, что такой немножко шахматный дедушка такой пришел, значит, и что-то тут вам какие-то песни поет, а это, друзья мои, 25 лет был один из сильнейших шахматистов мира и чемпион мира, и вообще много турниров выиграл. Вот этот Дортмунд, он выиграл там сколько, 10-11 раз. Ну, как минимум 10, да. Как минимум 10 раз выиграл престижный и очень сильный турнир, который до сих пор проходит ежегодно в Германии, в Дортмунде. Боря, спасибо тебе огромное. Спасибо, спасибо, надеюсь, что любители шахмат получили удовольствие, поставили лайк и подписались на канал. Так, так, вот. Слушайте, менторы Гельфанда, еще раз вам плохого не посоветуют. Всем спасибо. Борис Абрамович, еще раз спасибо, с благодарностью, всего доброго, до свидания. Всего доброго.